Ребята, всем доброе утро! Посмотрите, что делается у нас на улице. И вот так уже где-то в районе часа. Все, закончился дождик. Туман тоже уже отползает. А то было такое, что видно только наш дубочек, а уже за дубом такая пелена, ничего не было видно. А теперь туман немножечко уходит от нас. Птички, как всегда, радуют. Доедают кусочек булочки. Сегодня еще им надо посыпать семечек, а то завтра уже еще утром посыпем, а потом уже никто и не покормит. Уезжаем завтра. Сегодня еще один заход на массажи в Рикахуст. День пролетит. И будем уже прощаться с персоналом, с вот этими красотами. Да, Витя говорит, приедем, Лен, домой, будем стоять на балконе и говорить, было это или не было. Пролетело, пролетело. Вот такие тут дожди. Видите, как быстренько все залило, пролило, прогремело, прогудело. Громы тут такие, раскаты не такие, как у нас. Гудит и долго, как будто бы едет какая-то огромная машина рядом. Гудит и гудит. Вот такое сегодня утро у нас предпоследнее. Ну и поближе доброе утро. Уже повставали, дождик закончился, птички поют. Я, кстати, мне очень понравилось сидеть по утрам на балконе. Во-первых, прилетают синички, кушают. Во-вторых, красоты, любуюсь. Это, ну, я вчера, наверное, сидела около часа, закуталась пледиком. Витя спит, а я себе слушаю. Это настолько успокаивает. Затем я еще, знаете, словила себя на мысль о том, что когда мы ездим на Рикахуст, и, значит, в бассейн я ложусь, вода настолько соленая, что она очень хорошо держит, даже не надо вообще шевелиться, просто легла. И если в очках лежу, что делаю часто, потому что солнце, глаза выедает. Короче, я любуюсь облаками. Они так быстро плывут, так быстро меняются, как и наши дни, как и наша жизнь. Меняется все и с каждым днем. И, короче, любуюсь небом, здесь птицами. Короче, ребятки, очень здорово, что мы приехали. Очень здорово, что именно сейчас, когда еще не сильная жара, такая вот пекучая, как вот сейчас у нас дома, дети мне рассказывают, какая там жарища. А тут, ну, вот именно, начиная от воздуха, заканчивая природой, затем апартаментами, которые здесь нас окружают, плюс хороший коллектив, сплоченный, веселый, такой, знаете, как, ну, короче, все друг друга. Вот мы с массажистами уже настолько разнакомились, что я их хочу прямо, говорить, роднёй назвать. Короче, такие люди, что Ваня, что вот эта вот Марьяна, сегодня будет еще Катерина, что за женщина, ну, то такое. Ну, в общем, люди очень общительные, очень с ними хочется разговаривать. Все свои какие-то, ну, такие маленькие нюансы жизненные, прикольные. Я, кстати, Марьяне рассказала за индуса, который был в схитнице. Она, кажется, Лена, ты мне вот так рассказала, а я полночи думала, как он тебе ок, ок. Ну, вот, короче, общение. В столовую заходишь, девчонки улыбаются, такие все глазки аж звездочками сыпят, смотрят нас с удовольствием, гитару слышали. Ну, в общем, ну, доброта людская, она вот, знаете, как-то, ну, наверное, манит, прельщает к себе, радует, что все-таки все в мире у нас хорошо, радостные люди, веселые, добрые, приветливые. Если бы не вот это горе, которое сейчас висит над нами всеми, слушаем сейчас программу «Время», не «Время», а новости, которые происшедшие за все эти дни, тревожно очень сильно на душе. Если бы не вот эта беда, я говорю, Витя, ну, посмотри, такие просторы вокруг, небо такое далекое, туда бы летел, сколько еще не познано в этом мире, не знают люди, не понимают. А беда, она есть, она присутствует, невзирая ни на что, вот, красоты, да, живи, радуйся, ну, война нам не дает радоваться на полную силу, на полную, такую открытую душу. Это очень, конечно, тревожит. Ну, а в принципе, вот сегодня и завтра, особенно, такой день, вот, ну, тяжело от того, что это, послезавтра уже этого мы не будем видеть. Вот этих птичек, которые уже съели, наобъели нас конкретно, короче, все, что мы со столовой несем, все им ложим, они как крокодилы налетают, нету полчаса, мы приходим, подоконник просто вылезан, ну, тут удобно, то, что он широкий, они не упадут, ну, птица, она никогда не упадет, ясно, лапками зацепится, ну, короче, мы их балуем сегодня, ведь я им дал даже фрукты, амбрикоску, черешенку, короче, ну, они пока еще к черешням семечки подъедают, здорово, но тут она ее расщелкнуть не может, птичка летит, схватила ее в дзебик, и летит себе туда, в Ас-Воязи, там уже доедает, короче, ну, в общем, что, после дождика, прекрасный день, ветра нету, но пока еще не солнечно, ну, вот-вот, солнышко, я вижу облака такие, есть такие прогалинки между облаками, там будет солнце, скоро, потому что нам сначала на массаж, а к вечеру уже поедем на Рико-Хуст, вот, ну, в общем, что, завтра с утра завтракаем, собираем чемодан, ребятки, вот так, сегодня я еще буду звонить таксисту, договариваться, по поводу того, чтобы завез нас на ЖД вокзал, вот, который нас сюда вез, я взяла визиточку, то есть, ну, он говорит, за сутки предупредить, потому что все-таки прибывают, вот, мы завтра выселяемся, а заселение, это уже нам массажисты сказали, что заселение будет полным, то есть массово народ заезжает, лето, шо ж, лето, вот так, лето двигается тоже вперед, вот уже сегодня 10-е, представьте, только что было первое, День защиты детей, я вам рассказывала, я, наверное, рассказывала, но я еще раз повторюсь, для новоприбывших, когда мы жили в Польше, я была еще маленькая, четвертый класс там, да, третий я закончила, в четвертый уже пошла, в Союзе, скажем так, еще тогда Союз, ну, короче, суть в чем, мы с мамой гуляли по Варшаве, выезжали часто туда, мама искуплялась, и папа, и мама, и я, и мы шли в Варшаве, и где-то я прочитала на польском, что День защиты детей, Всемирный день защиты детей, 1 июня, я говорю, мама, а что мне подарка вообще не будет, она, ну, значит, давай мороженое, то есть, да не, мороженое, это само собой, мне же надо куклу, да не просто куклу, потому что я в Викрине увидела ходячую куклу, на то время, представьте, 73-72 год, как так, кукла, дорогущая, мама, коже, Лен, да нет, я говорю, мам, тогда хочется, короче, я когда в Союз привезла эту куклу, возле меня была куча деток, она ходит, если ее держишь за одну ручку, так вот ее приподняв, она прям сама шагает, она что-то даже, по-моему, макала, что-то там губками макала, мурчала, но не кормилась, потом уже появились куклы, которые кормятся, то есть, им вливаешь кашку, они все дела делают, о, до чего дошел прогресс, да, такая кукла у меня была, и как сейчас, помню, мамочка покупала мне эту куклу, вот, и все-таки этот день всегда мне вот, именно вот этим, он мне запечатлился, сейчас, может, попроще к этому относится, хотя мамы знают, что это именно в этот день, надо деток баловать, любить, и дарить им махонькие подарочки, детки это все запоминают, потому что детская память, она как губка, впитывает самые лучшие, самые яркие моменты, но и с другой стороны, самые такие тяжелые, например, вот прощание, когда родители уезжают надолго, или когда папа с мамой выбежали на перрон, ехавши на поезде, а у меня шок, и у меня, он до сих пор этот шок есть, потому что, когда мы ехали в Бердянск, Витя увидел, старовый, такой памятник паровозу, Вин стоял на пьедестале, и Витя говорит, я пойду, я говорю, Витя, пойду, короче, мы в тапочках бежим по этому перрону, он говорит, давай туда залезу, а ты делаешь, мы еще тогда, блогеры мы не были, ты сделаешь мне фотосессию, что я на тем, я помашу тебе рукой, короче, пока Витя лез, поезд как-то винный гиды, но у меня-то впечатление, что он сейчас скажет, а мы в тапочках на перроне, без документов, без вещей и кошельков, короче, я на Витю гурканула, наверное, это было первое мое замечание, Витя, когда я уже прям была сильно злой, он говорит, ты что, ты что, ну, он не ворал, говорю, слайд скорее, а у меня, ааа, короче, как Витя. Вот там было 20 минут. Мне это ни о чем не говорит, у меня шок. 20 минут, я решил. У меня с детства фобия на то, что поезд уедет, родители останутся на перроне, а тут ты мог остаться. Мы зашли в вагон, он еще стоял, но мне хорошо от того, что он рядом, и мы в поезде. Так что у меня фобия такая по поводу поездов, если родители пошли скупиться, чего-нибудь там, ягодка, раньше были, боже, курочки в фольге, пирожки, яблочки, водичка, газировка, дюшес, крем-сода, аа, прелесть. И вот это они идут, либо мне трехугольничек с молоком, как дочечке, ж надо ж молочка, с утра, да с булочкой, с изюмом, любила я, полюбляла, булочку с изюмом и молочком. И вот все же они пойдут, а у меня все, все, я уже не знаю, что одеваться, обуваться, куда что, чемодан не дотяну, он высоко, а там глубоко, короче, вот такая, вот так, бачите, но это с детства осталось. Короче, видите, я вам уже наговорила почти восемь минут, ребят, утро доброе, настроение отличное, но в душе такая вот, задыхаешься от того, что, да, грустиночка, что послезавтра, этого уже мы не побачим, от своей красы. А вам спасибо огромное за ваши добрые слова, за ваши комментарии, за подписочки. Ребятки, еще маленький нюансик, если вы так, скажем так, ну я не могу вас оскорбить, как вы меня, я в ответ этого не делаю, потому что, да, потому что я человек все равно, ну, добрый, и не скандальный, и не склочный. Ваше высказывание по поводу фигур наших. Ребят, если вы чуть-чуть, понимаете, в как-то, ну, в изображении, в геометрии, я не знаю даже, как вам сказать, что обратите внимание, мы идем в свете из горки, наши ноги впереди, мы идем в наклоне, и работает камера. Какие мы будем? Я когда увидела видео, я сама посмеялась, потому что мы там оба пингвинчики, но если понять, в каком ракурсе мы идем, то таких замечаний, как вы сделали, я думаю, это очень некрасиво, некорректно, и не по-взрослому. Ребенок мог бы написать, ого, а человек, уважающий себя, и взрослый, такими репликами не кидался бы. Это мое мнение, пожалуйста, прислушайтесь, извесьте, права я или нет. Я думаю, что я права. И еще раз прошу, пожалуйста, будьте в словах осторожнее. Мы все люди, мы все, я, например, себя ценю и уважаю, за Витю порву всех, удаляю, потому что надо быть воспитанными, уместные слова, только уместные, и не больше. Я имею право, ну, наверное, даже требовать, потому что это наш канал, и мы не хотим иметь мусор на нашем канале. Все. Больше эту тему открывать не буду. А вы подумайте, просто так, взвесьте, так-то чини. Все. Па-па.